Пионерский лагерь 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 Ставил баллоны с водой на дощатый полк крыльца. Достал из карманов предусмотрительно взятый с собой маленький электрический фонарик и шагнул внутрь дома. Пятно голубоватого цвета выхватывало из темноты элементы обстановки, стопки старых газет и книг. Пыльная мебель, стол, на котором притулилась одинокая тарелка. Дом явно был необитаемым. Я уже собрался было уходить. И тут луч фонарика упал на одну заинтересовавшую меня вещь. На прикрепленной к стене календарь. Обычный календарь с котятами в корзинке. Вот только календарь был на 2011 год. Напоминаю, шел тогда 2003 год. И 2011 был для меня, да и для всех тогда, как пишут в субтитрах голливудским фильмам, не очень далеким будущим. Озадаченный я приблизился к календарю и рассмотрел его. Нет, я не ошибся. Календарь был действительно на 2011 год. Я нашел выключатель, почтелку. Света не было. Я посветил на запылившийся экран телевизора. Если не было электричества, то от этой зомбо-корокки явно не было бы толку. И тут я заметил портативный радиоприемник на батарейках, стоявший на комоде. Я взял приемник в руки и включил его. Из маленького динамика послышался треск помех. Я принялся медленно поворачивать колесиком настройки. На всех частотах слышался только треск и шипение атмосферных помех. Не ловились ни музыкальные, ни новостные радиостанции. Будто их не было. Я уже хотел было выключить радио и поставить его на место. Как вдруг мне удалось что-то поймать. Радиопередача поймалась сразу, без регулировки. Качество было отличное. Я услышал некий голос. Это был очень низкий голос, где-то на грани импразвука. В нем были некие рычащие нотки. Ни одна человеческая глотка не могла бы издать такой голос. Я уверен в этом. Любой, кто слышал бы этот голос, ни на секунду бы в этом не усомнился. Это стопроцентно был не человеческий голос. Но это не был и голос животного. Потому что обладатель голоса явно разговаривал на каком-то языке. Вот только языка такого я не знал. Звуки этого языка звучали так, будто те, кто его придумали и разговаривали на нем, обладали совершенно другим устройством речевого аппарата, нежели люди. Интонации голоса невозможно было уловить. Настолько он был не похож на человеческие голоса. Этот голос заставлял чувствовать себя маленьким напуганным мальчиком. Попробуйте представить себе, каково это стоять в темном заброшенном доме и слушать этот льющийся из радиоприемника голос. Мудрено ли, что меня охватил страх? Дальше я действовал как робот. Руки и ноги действовали сами, будто включился некий механизм выживания. Я аккуратно поставил радио на первый попавшийся предмет мебели. Кажется, это был стол. Так его и не выключил и схватил фонарик и устремился к выходу. На улице я выключил фонарик, подхватил баллоны с водой, быстро вылез через прореху ветки и быстрым шагом пошел обратно в сторону полуразрушенного мостика. Все это я проделывал как можно быстрее и в то же время стараюсь как можно меньше шуметь, как будто боясь привлечь внимание кого-то или чего. Вот, уже не помню, как я дошел до того мостика, равно как и не помню то, как перебирался через него. Помню только, как я облегченно вздохнул и сбавил шаг, когда впереди засверкали электрические огни нашего лагеря. Я был на седьмом небе от счастья, снова был в 2003 году, где не существовало обладателей голосов, вроде того, что я слушал по радио. С тех пор немало воды утекло, у меня было еще немало впечатлений в жизни. Конечно, не таких таинств. Я уже и совсем забыл про эту историю. Вспомнил о ней только около года назад, когда встречал новый 2011 год. Ту историю склонен считать неким артефактом. Однако, в прошлый год я прожил, частенько вспоминая ту историю, и признаться по правде, было у меня нечто вроде ожидания часа X. А вот теперь, когда год закончился, и я решил записать эту историю, я рад, что все обошлось. Мне как-то кажется, что ничего хорошего не было бы, если бы в этом мире объявились те, кто говорит такими голосами и на таком языке.